В первую очередь детей защищать. Это, конечно, различные виды алкогольной продукции и наркотических средств. То есть, как правило, подростки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наркотического опьянения, совершают какие-либо противоправные деяния. То есть, соответственно, если исключить этот фактор, то и преступление и правонарушение будет совершенно гораздо меньше. Еще хотелось бы добавить, поступают когда подростки к нам в отдел полиции. При выяснении обстоятельств, способствующих употреблению алкогольной продукции, выясняется такое, что алкоголь они приобрели, обратившись на улицу к гражданам, взрослым гражданам, с просьбой приобрести им эту продукцию. Поэтому, если к взрослым обращается подросток, говорит, что нет документов у него и не может купить, но ему 18, не надо приобретать ни за какие деньги, ни за что. В плане защиты, заботы о детях, хотелось бы сказать, должна быть со стороны родителей. Внимательность, любовь и забота и контроль. Контроль в плане, интересоваться больше своими детьми, их личной жизнью. Бывают такие ситуации, что родители просто не знают, чем ребенок занимается, с кем дружит, с кем общается. Еще одна проблема, конечно, это интернет. Интернет вещь хорошая, да, там можно получить массу полезной информации. Ну, также есть и информация, которая, в принципе, может причинить вред для подростка несовершеннолетнего, так как он не может всецело осознавать ту информацию, которую он получает. Поэтому здесь тоже желательно интересоваться, какие ресурсы посещает, чем занимается за компьютером. В принципе, если родители будут это все знать, проблем у них не будет, у них будет здоровый, счастливый ребенок, который будет успешным в будущем человеком.